10 лет с момента присоединения Крыма к России. Как это было? О драматичном, но успешном полете. Первом выходе человека в открытый космос. Всем привет! В эфире «Универ» новости о студии Анастасия Дворнова. В Высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета прошла публичная лекция в рамках реализации просветительского лектория для республиканских служащих про Татарстан от первых лиц. Сергей Иванов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, рассказал о том, какими достижениями в этой сфере по праву может гордиться наша республика. Мероприятие посетили члены кабинета министров, руководители государственных органов и главы районов. В число тематик лектории вошли вопросы в сфере туризма, молодежной политики, спорта, цифровизации, человеческого капитала и другие вопросы в сфере социально-экономического развития. Сегодня, 18 марта, отмечается десятилетие с момента присоединения Крыма к России. Этот день стал историческим для нашей страны и для жителей полуострова. Это был осознанный и свободный выбор многонационального народа крымского полуострова. В результате референдума он решил связать свою судьбу со страной, обеспечившей своим гражданам реальную возможность самостоятельно определять будущее. В 1954 году Крым был передан из РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики как подарок на 300-летие со дня присоединения Украины к Российской империи. После распада СССР в 1991 году Крым остался частью Украины. В 1992 году была принята Конституция Автономной Республики Крым, в которой был закреплен статус автономии на полуострове. Сам Крым стал предметом разногласий и конфликтов между Украиной и Россией, а также между различными этническими группами, проживающими там. В 2014 году произошло присоединение полуострова к России, что стало одним из самых острых и спорных моментов современной истории региона. Решение Никиты Сергеевича Хрущева о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР, оно вызывает, конечно, очень большое недоумение, потому что никаких объективных моментов в принципе-то и не было для того, чтобы такое решение принимать, поскольку ведь мы же говорим, что исторически территория Крыма, она всегда была в составе именно центральной зоны российской, центрального российского подчинения всегда была в составе РСФСР России. Вот это вот очень важный момент. А когда в феврале 1954 года Президиум Верховного Совета СССР по настоянию Хрущева передал Крымскую область из состава РСФСР в состав Украинской ССР, вот это вызывает достаточно большое-большое недоумение. С 2014 по 2024 год произошли значительные изменения в жизни крымчан и в самом регионе. Была существенно развита инфраструктура, в том числе построен мост через Керченский пролив, что улучшило связь с материковой Россией. Туристический потенциал полуострова также был значительно раскрыт. Рассоединение Крыма повлияло и на политическую обстановку в регионе, отразившись на отношениях России с другими странами. Тем не менее, для многих жителей Крыма и для россиян в целом это стало важным историческим событием, которое укрепило единство страны. Однако есть и противники крымско-российского воссоединения. Поэтому между Россией и западным сообществом произошло ухудшение, что в свою очередь привело к санкциям с их стороны в отношении России. Это повлекло за собой экономические и социальные последствия как для России, так и для Крыма. Россия столкнулась с экономическими санкциями, усилением международной изоляции и падением цен на нефть и газ. После воссоединения Крыма с Россией ситуация в Крыму начала улучшаться с точки зрения социальной, экономической. Увеличились пенсии, о чем неоднократно говорят жители Крыма. Различного рода выплаты, зарплаты. Началось восстановление дорог. Огромным прорывом в этом плане стало строительство Крымского моста. Был модернизирован по самым современным технологиям аэропорт в Симферополе. Ну и целый ряд других моментов. Была приведена в порядок прибрежная инфраструктура. Восстановлены большинство недействующих или ограниченно действующих санаториев. Существовало множество факторов, поспособствовавших присоединению Крыма к России. Полуостров имеет стратегическое и геополитическое значение, в частности, как база Черноморского флота России. Немаловажным фактором является и то, что Крым имел давние исторические и культурные связи с Россией. И для многих людей на полуострове присоединение к России было воспринято как возвращение к родной стране. Нужно отметить, что территория Крыма, Крымского полуострова, это одна из самых уникальных территорий, которая имеется на нашей планете. Исторически люди стремились здесь жить. И если мы посмотрим на период Древней Греции, когда происходило первоначальное заселение Крыма греками, освоение ему, уже тогда о Крыме слагались легенды, как о территории с уникальными климатическими, географическими, природными ресурсами и богатствами. И поэтому, конечно, за территорию Крыма были долгие периоды противоборства между различными государствами, народами. Первый референдум состоялся 16 марта 2014 года, на котором жители Крыма и Севастополя высказали свою волю по вопросу присоединения к России. По его итогам, подавляющее большинство участников высказались за присоединение к России. После референдума в Крыму было принято решение о присоединении к России. И 18 марта 2014 года в Москве были подписаны договоры о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. В результате были оформлены соответствующие документы и конституционные изменения. Также прошли переговоры между властями России и представителями Крыма по вопросам интеграции полуострова в российскую систему права, экономики и административного управления. Резида Каримова, Елизавета Газизянова, Универ Новости. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов впервые в истории вышел в открытый космос. Полет на космическом корабле «Восход-2» продолжался чуть более суток. О командире экипажа подполковнике Павле Беляеве, втором пилоте майоре Алексея Леонове и, пожалуй, одном из самых сложных и напряженных полетов в отечественной истории расскажет моя коллега Карина Саяхова. Жители Земли, следящие за полетом советского космического корабля «Восход-2», услышали из космоса взволнованный голос его командира, полковника Павла Беляева. Весна, заря, я Алмаз. Весна, заря, я Алмаз. Человек вышел в космическое пространство. Человек вышел в космическое пространство. Находится в свободном плавании. Я Алмаз, прием. Для такой задачи в СССР соорудили корабль «Восход-2» со специальной шлюзовой камерой и организовали его старт с космодрома Байконур. Экипаж состоял из командира корабля Павла Беляева и пилота Алексея Леонова. Это первый в мире выход человека в открытое космическое пространство. Первыми осуществить такой выход планировали США. Старт американского корабля в рамках этой миссии был назначен на 28 апреля 1965 года. Однако Советский Союз сумел опередить их. Ну, если кто-то спросит, ну и что, ну вышли в открытый космос. Дело в том, что вот эти первые, первый спутник, первые животные, которые оказались в космическом пространстве, первые, первый космонавт, первая женщина-космонавт и первый человек, который вышел в открытый космос, они проложили дорогу для всех остальных. После Алексея Архиповича, конечно, были и выходы, и сейчас выход в открытый космос, он не является чем-то необычным. И женщины в открытом космосе работают, и мужчины, и это обновенная штатная ситуация. Но в те времена, разумеется, это было первым. И это, в общем-то, было связано с тем, что человек мог и жизни лишиться своей, и мог корабль сам погибнуть от этих экспериментов. Но все, как вы знаете, удалось. Экипаж корабля подбирался с особой тщательностью. Беляев был самым опытным летчиком в первом отряде космонавтов, а Леонов лучше всех переносил тренировки в барокамере и центрифуге, а также больше других подходил по морально-психологическим данным. Однако, несмотря на это, сложности во время полета, которые считаются одним из самых драматичных в отечественной истории, были. И не одна. При данном полете было семь аварийных ситуаций, часть из которых вообще-то могли окончиться смертельным исходом. Но, к счастью, все оказалось в итоге положительным, и наши космонавты советские совершили этот подвиг. Первый выход человека в открытый космос. Если в начале ситуация была достаточно штатной при данной миссии, то затем, в общем-то, когда уже Алексей Архипович Леонов оказался в открытом космосе и несколько раз отходил от корабля и приходил к нему, произошла нештатная ситуация. То есть, скафандр раздулся, и космонавт уже не мог войти вот в этот надувной шлюз. Соответствующим образом, единственное, что помогло, как рассказывал сам Алексей Архипович здесь, в Казанском университете, это то, что он обладал достаточно хорошей физической силой и втянул себя в этот шлюз. Но он должен был зайти туда вперед ногами, а дошел вперед головой. И, разумеется, для того, чтобы попасть уже в кабину, нужно было туда, опять-таки, попасть ногами вперед. Иначе ничего не получилось бы. На орбиту Земли был выведен двухместный космический корабль «Восход-2», который имел задачу провести новый для человечества эксперимент – выход человека в открытый космос. За этим событием следила вся страна. Космонавт Алексей Леонов находился за бортом корабля «Восход-2» всего 12 минут. Но эти минуты навсегда вошли в историю космонавтики. Отважный советский космонавт, выбравшись из люка корабля «Восход-2», сделал шаг в историю. Спустя некоторое время свой выход в открытый космос совершили американцы. Но произошло это уже 3 июня 1965 года. Так что советский космонавт Алексей Леонов навсегда остался первым человеком, вышедшим в открытый космос. При том, что когда Леонов был в открытом космосе, он снял себя на телевизионную камеру. И, в общем-то, как раз это и стало доказательством первого выхода человека в открытый космос. И также он снял себя и на другие источники фотофиксации, что потом и использовал для того, чтобы подтвердить, что действительно советский человек оказался в открытом космосе. Общий вес нового скафандра «Беркут», созданного специально для этой миссии, приближался к 100 килограммам. Поэтому во время проведения земных тренировок космонавтам приходилось ездить в своеобразном бегунке, который поддерживал жесткую часть скафандра. Однако в условиях невесомости масса скафандра не играла никакой значительной роли. Больше помех создавало давление воздуха, которое заполнял герметичную оболочку, делая скафандр неподдатливым и жестким. Позднее космонавт Алексей Леонов вспоминал, к примеру, чтобы сжать кисть руки в перчатке, нужно было усилия в 25 килограмм. Именно по этой причине во время подготовки космонавтов к полету физической форме уделялось очень большое внимание. Системы современные, они более совершенные, они, в общем-то, обладают совсем другими свойствами. Скафандр, разумеется, уже в открытом космосе не раздувается, ведет себя очень адекватно. Но, тем не менее, все это произошло тогда в первый раз. Также я хочу отметить очень важную вещь. Дело в том, что Алексей Рахипович приезжал в Казань на молодежную конференцию «Космическая наука». И в процессе этой конференции он согласился, чтобы планетарий Казанского федерального университета назывался его именем. И поэтому планетарий Казанского университета носит название «Планетарий КФУ имени дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова». Я считаю, что это очень важно и здорово. В полете было еще несколько нештатных ситуаций, которые, к счастью, не привели к трагедии. Одна из таких ситуаций возникла при возвращении. Не сработала система автоматической ориентации на Солнце, и поэтому не включилась вовремя тормозная двигательная установка. Космонавты должны были осуществить посадку в автоматическом режиме на 17-м витке. Но из-за отказа автоматики, вызванного отстреливанием шлюзовой камеры, пришлось уйти на следующий – 18-й виток и садиться с использованием ручной системы управления. Из-за этой нештатной ситуации была потеряна необходимая при спуске точность. В результате приземлились космонавты 19 марта далеко от расчетной точки посадки. В глухой тайге, в 180 километрах с северо-западнее Перми. Нашли их не сразу, посадке вертолетов помешали высокие деревья, поэтому ночь космонавтов пришлось провести около костра, используя для утепления парашюты и скафандры. 21 марта площадка для приема вертолета была подготовлена, и в то же время на борту Ми-4 космонавты прибыли в Пермь, откуда и сделали официальный доклад о завершении полета. Карина Саяхова, Универ Новости. А на этом все. В студии была Анастасия Дворнова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова